А так, вы говорите про кота, да? Ему сколько сейчас? Два года? Два года, да. Ну-ка, давай его сюда зови. Чёрный шикарный кот. Мы пришли к Неаниле. Свет включите. Свет включите. Подожди-ка. Где он? Вон он какой. О, какой кот здоровый. Да беленький купе, пятнышки, но... Говорят, кусается. Ты его попробуй, сколько он весом будет. Ну всё, ладно. Мы приехали специально посмотреть, где нам хлеб пекут. На память оставить. Показываем, как это делать. Такую крепежку одну. Постряпаем, вот и сепнику. Без захватки, без силы, так. Ну хорошо, когда подарю. Петежку какую-нибудь одну. Проходите сюда, садитесь. Хорошо, вот это не ухо. Вот там маленько положу. Ты его не можешь поднять на руки, вот примерно, определить, сколько он? Не знаю. А? Ну-ка попробуй. Он меня может тяпнуть, может. Давай на кухню его, зови туда. Меня он заинтересовал. Заходи, вот дверь за ним закрой, чтобы он не выходил. Пошли. Пойдём, пойдём. Походи. На, чтобы он не выходил. Ну-ка попробуй руками, рукавичками так возьми. Знаешь, чтобы не выкусил. Говорят, не даёт согласиться. Меня заинтересовал. Он вообще любит, он лошадный такой кот. Ну, тяжёлый. А? Тяжёлый. Ну, тяжёлый, сколько? Килограмма два-три? Да, около трёх, наверное, да. Ты около него встань, чтобы видно было, какой размер его. Ой, какой кот-то. У меня кошки просят жениха. Это от него хороший кот, хотя-то были бы. Ну, показывай, давай, муки. Он у вас не кастрированный? Пополам от нас, сестра. Сестра Неонила. Он у вас не кастрированный? Он кастрированный. Кастрированный. Он кастрированный, Игнатьевич. А? Кот-то кастрированный. Кастрированный? Да. О-о-о-о. Не годится. Вот они такие злые, почему и бывают. Не годится. Женихи. Это когда бывает кошку, тоже кастрируют как-то. Так она, вроде, была кучерная. Такая злобная. Она Надежда Васильевна там бывает. Виктор Андреевич стал ловить, так что-то не разбился. И вот двор к нам, вот, был, она его пускала. И зашли собаки, прям под окнами разорвали её. Ну, это у меня с утраю как-то. Нам такого же дождался. А у вас мука-то где хранится? Пойдёмте посмотрим. Ну, тогда она-то покажет. Возьми с собой посуду, чтобы мы тебя здесь. Я к тому, что... Мышь не трогала. Так, заходи туда к ней. Подожди, я там газопрагу поводить немножко. Подожди. Удохайте. Да, ну да. А там мыши-то нету? Нет, нет. Мыши нету. Ну, всё равно, где мыши-то были? Не знаю. Вообще, они в сад его брали. Выпускали он по саду. С деблом там всё. Ой. Как дверь-то интересно. Ручка и горку. О-о-о-о. Вот где, да? Да, проходите. Да холодновато. Да. О, да тут как на улице. Конечно. Вот муки. Давай, бери сейчас. Пощакнуть? Сейчас я сейчас. Или поддеть? Нет, нет, я сейчас внесу. Да кому же там лежит баночка? Это мне пощакин? Это я знаю. Я сейчас внесу. Посмотри. 2015 год. Вот 2018 год. А это вот это что у них? Вон такая перехватывает. Вентиляция. А? Вентиляция. Вентиляция? Да. Я этого не видал. Они её заклеили просто. То есть она не работает? Да почему работает? Нет, нет, не надо. Не ходите. Сама. Давай. Так а тут не хватило воды. А, ну всё, не надо. Вот она не надо. Конечно. О, ну лепёшечка походу. А, вода тут. Ну, виноват. Сейчас. Ну ладно, сюда и сходишь, а? Всё положить сейчас. Сейчас я... Уже... Посмотрим, какой шкафчик хороший. Сахар. Ну, пожалуйста. Так масло-то у тебя... Это не наше масло. У тебя своё? Ну да. А я же говорил, тебе масло дам. Ну... Чёрт так не сказал. Я считал, что осталось ещё. Я не спрашиваю, мне и так могу дать её. Как не хватит? Мы обязаны дать. Ну... А то у тебя соль? Соль. Ты уже знаешь сколько. Вы делаете, заквашиваете... За сколько застряпаетесь? Я заквашиваю... Какие у тебя дрожжи-то? Сама делаешь или купленные? Купленные. Купленные, да. Так, сейчас сахар положу. Масло. Ну, а может, она... Это такая... Клубная репёшка. Сырка не будет? Сахар? Сахар, да. Значит, по ложечке сахара и соли? Да. На один литр воды ложка соли, ложка сахара и ложка масла. Ну, ложка масла. Да. Так, не забудь, когда будешь, если ты масло, чтобы сразу дал. Я не знал, что у тебя нашего масла нет. Так. Сахар тебе дать, наверное, надо? Ложка масла. Молодец. Сахар в следующий раз дай. И соли дайте, да? Да. У нас соль очень хорошая, это называется байкалочкой. Ладно. Хорошо, что я зашёл. Ложечка маленькая, чайная, вот такая вот. Нет, это не чайная. Не чайная? Чайная маленькая. Десертная. А что, чайная больше она не может быть? Чайная меньше, это десертная. Это я тут немножко воды налила. Ну, давай, бери, не бери на нас, как будто нас нет. Всё делай самостоятельно. Да, правильно. Вы садитесь. Сейчас я пойду воды принесу ещё. Такой специфик. Потом я не знаю, так посмотри здесь. Знаешь, ты со всех сторон тут зайди и... Простите меня. У вас там кто-то есть? Где? Там. Там Серёга спит, а здесь вот Рита спит. Со всех сторон-то пройди в окно заснять, чтобы... Ну, сегодня не надо заходить. Нет, мы не заходим. А вот Рита тоже отдыхает. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. На чихонечке. До степени. Да, да, да. Да, да, да. Я... Давай, подожди. Нет, я займу на чихонечку. Не надо сама. А почему берете не из крана отсюда? А потому что это очищенная вода. Без добавок очищенная вода. Это у вас из крана? Нет, это мы покупаем, да. А в кране ещё плохая? Да. А мы берём из колонки. Ну, из колонки, Игнатий, может быть, ещё там... Из колонки там другая вода, там чище. А из крана найдёт выржачая. А в деревне-то у нас колодцы. Воно не колодится. Воно там, я считаю, что там тоже получше. Конечно, копать не каждый выкопает. Это сложная штука. Так, проходи сюда. Вот, видишь, как она одевает? Она вырвала вон тот маленький стаканчик воды. Да. Совсем маленький. Да. Ну и всё можно. Всё. Давай. Окей. У меня дрожжи закончились. Поэтому такая... Дрожжи закончились. А, да не, дрожжей не надо. Вы лепёшку без этой. Всё, всё, всё. Без дрожжей. Да. Дрожжей-то надо покупать тоже. Да. Значит, соль у нас есть, масло есть, сахар есть. Мука есть. Это 4 вот у меня что есть. Так, и сейчас что-то, говорю, на дрожжи надо купить. Пятое. На дрожжи. Хорошо, что я зашёл. Лепёшечку одну из, ещё что-то. Мысленно туда надо... Нет, вы не снимаете. Да ладно. Посмотрю на Игнать Тихоновича. Здравствуйте. Добрый день. У меня закрыта дверь от сквозняка там была. Решили посмотреть, как наготовит. Помню процесс, чтобы... Правильно делается. На память останется. Да-да-да. Правильно, правильно. Дрожжей нету, не сказала. Так лепёшку на сухую, или, кстати, пресную сделает, как Израиль сделал. Немножко, само можно, надо снять. За чуть-чуть. Да, ничего. Вот у вас... Кота рассмотрели. Это хорошо. Да кто любит. Я его чуть не сосватал, у меня кошки. А он говорит, не гожий, инвалид. А, да. Мы его взяли уже таким. А я это не принимаю, вот это над кошками такое издевательство делать. У нас получается нынче, под полом в церкви где-то, три кошки, ничьи ходили. Мы их взяли, но виды одного семейства, все черные. У меня три, у Надежды три. Получается, девять кошек в зиму кормим. У нас свои все, они из поколения в поколение идут. Он рождается, и мы его знаем. Только назвал его, он со всех ног несется. У Надежды Васильевны такая же кошка была, но точно так же. Такую операцию сделали. Ей подойти нельзя было. Ну я ее взял, она у меня времени не было. Она привыкла, на колени стала залазить. Ее кошку только ласка я могу купить. Ну да. Ну это от хозяина зависит еще. Ну да. А мы были у Татьяны. Володя там моется, иногда я прихожу вместе с ним. Вот сегодня тоже были. А у нее родня приехали из Новосибирска. Там своя забота. Да заболели еще. Там внучка бедна. Внук. Ну побыли хорошо. Мы приезжаем, помоемся и скорее уходим. Можно присесть. Так, эту лепешку ты сделаешь. Это моя лепешка будет. Нет, он не любит. Ладно. Садится. Как нам добавляет. Я давно говорил, Володя, сними это все на память. Ты какой год нам готовишь? Ой, больше пяти лет. Сколько? Больше пяти лет. Пяти лет, шесть. Ну, наверное, шесть. Вот я точно не знаю. Мне кажется, даже больше. Видишь, мы даем мешок муки, привозят, они попало, половина себе, половина нам. Тебе это не в тягость еще? Ну, нет. Нет, но я помолюсь вечером, все, и начинаю бороться. Ты еще будешь держаться? Да держусь еще. А то я прошу раз ходи. Она частями делает, она часть, одну порчу делает. Это мы не заставляем, она сама, добровольно все это. Ну, и хорошо. Я ей говорю, раз не можешь, мы передадим другого. Да, у нас до нее была. Она нет, я еще смогу. Не, не, не. Лишнее движение сделать, все-таки, это на пользу здоровью. Она мало сейчас. И мы каждый раз за стол садимся, и мы упоминаем каждый день молитву. Ну, спасибо, Господи. Каждый день, как садимся, наши благодетели. У меня отдельно пьяницы идут, отдельно правители, отдельно там патриарши, которые... А это отдельно благодетели. И она всегда в благодетелях у нас. Вот, если она не сказала, что дрожжи-то я... Да никаких, масла теперь. Я ей масло сейчас дам, у меня масло есть. Я забыла купить, я вчера, либо завчера была. Как только пап поедет, Андрюша вам повезет муку. Или сразу как-то отправить, Володя, в субботу взять. Мы покупаем эти дрожжи. Пойдешь и захватить. Значит, масло можем, сахар, соль дать. У нас все это есть. У нас соль хорошая, с Байкала, Байкалочка называется. Экологически особая, она не выпаривается, а прямо из подземелья берут. Так это что, без дрожжей делаешь, что ли, Мал? Ну да, да, да. Ну, раз не туда. У нас Володя потеряет лепешки эти стряпает. И батюшке так понравилось, он пришел и говорит, ты мне тоже. Пощем лепешка? Давай спрашивать. А сам нам мясо дают? Да мы бесплатно сделаем. Так а мы вчера были в магазине, мамы забыли. Мне охота тоже тут побрасывает себя. Сейчас мешать надо будет? А то, может, я помешаю? Сейчас, подождите. А? Сейчас, подождите. Я... Не, Игнатьевич, пускай. Пускай, ну ладно. Он и так подеволнуется. Ну, конечно. Не хватило, может, сходить за мукой? Нет. По-моему, хватит. Хватит. Ну, мука-то хорошая. Мука хорошая. Вот это нам помогает одна благодетельность Елена. Мы ее не покупаем. Нет в ней ни мусора, ничего. Все, потянуть? А, дайте. Все. А мы вчера делали, не мы, а ребята делали, горку ледяную для ребятишек. Ну, и я входил, снимал, выставил. Утром встал, 2400 человек уже посмотрели. 2400, я их в глаза-то не увидел. Ну, им интересно, как? Снег сгребает, потом вода это заливает. Их сколько? Все человек пять работало? Месяц со мной шесть. С тобой шесть. Вот это много снега надо было насоскать. Большую госу сделали, да? Ну да. Вот такой высоты будет она? Да, выше, выше. Выше даже. И у вас на вашем сайте или в инстаграм? Во дворе у нас своя. Это в ютубе на нашем канале. Да, поняла. Там заходили? Есть действия, да, конечно. А мы в эту, в ночь перед Новым годом-то ходили к елке, к городской где-то, и там Евангелие раздавали, и тоже все сняли, показали. И вот даешь людям, не надо, не надо, примерно на 20 человек один только берет. Евангелие, даром подаем. Ну, мы показываем, на первой странице написано, поблагословить патриарха Кирилла, чтобы не думали, что где-то. Ну, люди не нуждаются. Ну, кое-кто берет, бывает знакомые встретятся. Ну, мы в духовке будем печь. Еще? В духовке, в духовке и печь. А, два. Ну, посадишь, мы ждать не будем, потом как-нибудь. Пусть лепешку вот исперять в холодильник, потом. Что, есть ее нельзя? Не, ну, просто ждать не хочет. Мама-то ходит вот так, паутиному-то. Я ее начал водить под руки, давай, так, не шатайся, шагай прямо. Она идет, я ее отпустил, она опять пошла так. Видимо, никак. Я ее по двору пущу ходить. Помнишь, наверное? Ну, я ее помню, я ее рассказываю. Опознал? Опознал учить? Да. Ходила, бегала, я шерох работала. Бухгалтером, позначействие, банки, везде приходилось ходить. Ходила нормально, потом все, такая беда. Мне Надежда Васильевна тоже что-то начнет так. Я говорю, я ходила в дом офицеров, танцевала. А теперь пошла тоже. Что вы сдаетесь перед болезнью, это я говорю? Это моя мама. Она 86 лет жила. Но я тоже, сила-то слабеет. Или шагит, когда голова тут живет, земля зовет. Земля зовет. Там, кокошку, потом подойди и урису показать. Как со всех сторон надо показать. Потом еще делаю. Вижу. Кошачий тут. Видишь, еда какая. Вот у него попечь и поесть. Это специально такое, чтобы не опрокинуть. Это хорошее дело. У меня такие же есть валок. А корм влажный и сухой. А мы-то кормим своим. Да вот, вы бы тоже своим кормили. Но уже такой он у нас, он достался нам. А привередом. Мы его взяли-то, я не хотела. Это, наверное, не одна лепешка получится. Это несколько. А я могу одну большую сейчас делать, раскатать ее. А то можешь две сделать. По толще. Да, сделать попало. Конечно, они так же будут раскатывать. Ну, вообще, смотри сама, я не настаиваю. А то она сильно сухая будет. Вчера мы смотрели ролик. И называется, как людей кормят отходами. Туда что толкают. То клюв птицы попадается. Все это порчено, которое. А ароматизаторы там напускают. Химия сплошная. Парня схватила скорую и увезла. Само-пятимстанция один доказывает. Все это официально снятое. И показывала, одна есть мужчина. Взял это, на который, когда покупают, такая тележка там в магазине возить. И он покупает всю воду. Какая вода продается? Вот эта вода, которая вся ядовитая оказалась. Пошел отсюда, прямо повез в лабораторию. Все до одной бутылки ядовитые. В определенной степени. А чтобы не портилось, это и так понятно. Раз она не портится, это означает, что там что-то напущено туда. Это уж войну, в окопах, там деваться некуда, все равно человеку. Я всем говорю, вы когда помидоры там на зиму солите, вы добавляете эксценсии там? Да, я не возьму никогда. Я с детства сильно болел, а так себя берег и ничего нет. Сейчас живу, слава богу. Интересно, люди знают, что диета какая. Наша мама говорила, что душа твоя желает, то и ешь. Когда посты лишь бы соблюдали. И мы никогда на морозе, вот сейчас долго такое, там человек стонет, туалет холодный. Ну а как у нас? Мама родила 12 ребятишек. У нас 10 живых, так и десятеры. И мы ни разу не видели, чтобы мать лежала больная. Один раз она на печку залезла, вчера простудила, говорит, погреюсь маленько. Да заснула, так разохалась, и я заснула. Что-то не домогает. Ну пойду, по шарке Осипу к сыну за телятами ухаживать. А там холод такой. Она сняла, говорит, с себя все давай, приходит, не жи не болит. Работает, потом выходила. Ну все, вот, посажу сейчас в духовку. Смотри, ты готовишь, да? Да, это лепешка, давай. Вот она, какие готовят, вот они наши. Но она побольше готовит, и я вот такие и люблю. Это интересно, разные способы, когда ежок бывает. Я вот такие материные сухари, мелко беру, и не запивать ничего. Два-три сухаря, сколько градусов? И ежоги нету. 220. Она поглощает, видно, все. Рассказываю, когда у меня ежога, я вот твои сухари, ну вот этих вот, три или четыре вот таких вот, съезжу, сам что-то делаю, и жую. Не запивать ничего, ежога кончается. Видимо, она поглощает там. Поглощает, да. А ежога что? Чеснок, лук, ешь когда? Да. Но без этого нельзя, иначе болеть будешь. А сколько по времени? А по времени, вот я сейчас... Володя, это вот, это копили или наши? Минут 20. Минут 20. А это вот эти вот, да? Вот такие готовят, вот они. Это я поставила себе, ага. Вот. Как он Володя приносит, я их вот так вот режу, и сразу, вот так, решетка над плитой. И все подсушим, чтобы не пропадало. Я сложусь сразу воды, и в воду раз, она разбакает. Ага. Мне очень нравится это. Хорошая? Хорошая, светая, светая. Я сейчас тоже стала помаринить. Ну вот не знал я, что с сухариком маслом захотит раститель. У нас все есть. И сахар, мяшки стоят. Сколько надо, чтобы она репешка поспела? Ну, наверное, с полчасика. Ну все, мы ржать не будем. Ну пошли. Ее положи потом. Ладно, я потом это самое принесу. А может быть чайку попьете с нами? Нет, 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 нет. А почему? Ну, где мука есть, парни туда, с той стороны. Хорошо видать. Повешность. Мама, я спрашиваю, а с Сергеем мне не надо встретиться, побеседовать? Мама, воспользуйся возможностью. Сейчас, подожди, тут митросы там. Ну-ка, подожди. Сейчас, сейчас, подожди. Потому что я другой раз не буду здесь, а может быть. Ну мало ли, Господь все равно. Я сейчас укрою, вот раздетая лежит сейчас. Потому что я там тревога. Вот только иди тихо, мам. Давай не тихо. Нет, мне надо, пошли. Пошли. А тут застывшим, ничего нету. Все. Закрывай, ладно. Все? Спасибо вам. Все на этом, конечно. Пока же.